На мой взгляд, проблема не на стороне конспирологов. Проблема с нашей стороны, со стороны науки. Нам бывает трудно справиться с искушением смотреть свысока. Было так неприятно, когда меня назвали идиотом. Я сказал, смейтесь сколько угодно, туфта, в которую вы верите, не наука. От меня уже отвернулись друзья. Мой друг говорит, порой переубедить человека можно только пристыдив его. Я отвечаю, я не думаю, что это так. Это все равно, что сказать, что если ученик отстает по какому-то предмету, виноваты не вы, как его учитель, а виноват он сам. Я не могу с этим согласиться. Это вы не выработали в себе эмпатию поставить себя на его место и увидеть, на чем он застрял. Нельзя валить все на них, сказав, что они бредят или что они безумцы. Часто говоря, безумец, мы просто назначаем козла отпущения. Это обобщение. Кого из вас когда-нибудь называли безумцем? В худшем случае этих людей вытесняют на периферию общества, и тогда для общества они потеряны. Правдоискатели, плоскоземельщики, противники вакцин, отвергая этих людей мы оставляем яркие умы мутировать и застаиваться. Эти люди потенциальные ученые, сбившиеся с пути. Их природная любознательность и неприятие норм могли бы принести пользу науке, если бы они были более научно-грамотны. Возьмем метафору спор, это война. Одна сторона побеждает, другая проигрывает. Если мой противник ставит себя выше меня, для меня это неприемлемо, так что я не стану к нему прислушиваться. Пока он говорит, я буду не слушать, а планировать контратаку. Но есть другой способ мышления, давай исследовать вместе. И это совместное исследование уводит нас от спора. Если вы не готовы с ними взаимодействовать, не ждите, что что-то изменится. Вы надеетесь, что они пойдут вам на встречу, но если вы загоняете их в угол, им будет стоить огромных усилий сделать даже один шаг в вашу сторону. Пороче, я.